Всем привет! Я Людмила Лазарева и мы вместе с вами восстанавливаем, улучшаем себе зрение. Сегодня я решила поделиться с вами очень интересным открытием. Для меня, для самой это было некоторым образом неожиданно. Я поняла, что некоторые привычки, вредные привычки привели меня к тому, что зрение мое стало падать. Основных ужасных привычек 5. Первая ужасная привычка. Гаджеты это самый страшный враг нашего зрения. Смартфоны это просто убийца наших глаз. Решение проблемы с гаджетами и смартфонами может быть таким. Каждые полчаса-час нужно убирать в сторону гаджет, смотреть куда-нибудь вдаль, закрывать глаза, моргать как бабочка крылышками и делать себе пальминг. Где-то минут на 5-7 нужно отвлекаться и приводить глаза в более-менее нормальное состояние. Иначе красные глаза, сухость глаз это нам просто обеспечено. Вторая очень важная штука, которая приводит нас к тому, что мы теряем зрение. Люди, я не знала этого. Я честно признаюсь, я делала это всю жизнь. Я очень любила тереть глаза. Оказывается, это делать нельзя ни в коем случае. Потому что, во-первых, из-за того, что мы вот так вот трем глаза, мы повреждаем кровеносные сосуды, которые подают питание к нашим глазам. И еще одна важная часть, которая сюда же относится. Дело в том, что мы привыкаем тереть глаза в любом состоянии. То есть, вот мы где-то на природе, да, поковырялись там где-то в земле, пособирали грибочки, давай я потру глаза. А на руках у нас куча микробов и бактерий. И таким образом мы заносим всякую грязь. И поэтому у меня всю жизнь, я всю жизнь боролась с конъюнктивитами разных форм и оттенков. Абсолютно. И я не могла понять, откуда они берутся, эти конъюнктивиты. А вот отсюда. И как только я перестала так зверски обращаться с глазами, глаза ответили мне взаимностью, конъюнктивиты практически совсем закончились. А вы, друзья, как считаете, влияет ли зверское растирание глаз на какие-то глазные заболевания и потерю зрения? Напишите в комментариях. Решение проблемы может быть вот таким. Чистые ручки потерли и сделали ненадолго пальминг. Или сделали легкий-легкий массаж чистыми ручками, ни в коем случае не грязными. Или просто закрыли глаза и немножко поморгали. И этого вполне достаточно для того, чтобы глаза немножко расслабились. Все. Да, я сегодня открою вам один очень секретный секрет. Как ни странно, очень влияет на наше зрение третья вреднейшая привычка. Я никогда не думала, что она такая вредная. Ребята, я очень люблю, признаюсь честно, очень люблю смотреть ночью сериалы. Это просто вот какая-то страсть. Ни в коем случае, как оказалось, нельзя по ночам, когда темно в комнате, смотреть сериалы один за другим, один за другим, фильмы. Потому что это очень сажает зрение. В помещении, где мы сидим, обязательно должен быть какой-то источник света, который желательно просто в идеале должен идти откуда-то сзади. Чрезмерно контрастное освещение, оно сажает, очень сажает наше зрение. Кстати, я заметила, если ночью долго сидеть в темноте и смотреть в монитор, то потом начинает все слегка хотя бы плыть. Вы замечали? Да. Напишите в комментариях, так ли это у вас. Решение нашей с вами проблемы такое. Довольно просто все решается. То есть, нужен какой-то источник света, который освещает помещение, желательно в идеале где-то сзади, как я уже сказала. И делайте после каждой серии хотя бы на 5-7 минут перерыв. Ну, то же самое, что вот смартфон у меня вам советовала, да. М-м-м-м, все. А сейчас настало время секретного секрета. Вопреки всем нашим вредным привычкам, нам нужно приобрести очень хорошую, позитивную, полезную привычку. Желательно нам с вами начать не смотреть, не пялиться в одну точку, потому что это сажает зрение. А еще люди начинают щуриться. Это вообще... Нужно взглядом контурно очерчивать предмет. Таким образом, мы с вами обостряем зрение. Во-вторых, у нас просыпается интерес, потому что, когда мы обегаем глазами весь предмет, мы замечаем каждую щербинку, каждую выбоинку, каждую какую-то вот маленькую особенность. У каждого предмета она есть. И таким образом, мы еще и обостряем память, зрительную память. И это очень полезная привычка. Очень-очень важная вещь. Линзы и очки нужно подбирать очень тщательно, потому что иначе у нас может сместиться фокус, и тогда у нас начнет развиваться просто буйным цветом астигматизм. Друзья, ни в коем случае. И еще для тех, кто носит линзы, друзья, пожалуйста, не занашивайте их до дыр. Потому что я знаю, что вот у меня есть знакомый офтальмолог. Она рассказывала, что к ним пришел человек, который повредил себе роговицу тем, что он заносил до дыр свои линзы. И, естественно, эти дыры, они начали разрушать роговицу глаз. И, наконец, пятое. Спорно-вредная привычка. Друзья, вообще мне в голову никогда не приходило, что увлечение 3D-фильмами, оно может посадить зрение. Специалисты считают, что ни в коем случае нельзя смотреть стереофильмы в больших количествах. То есть можно смотреть только один стереофильм в течение одной недели. Ну, считается, что стереофильм, во-первых, влияет на глаза, он очень сильно утомляет глаза. Во-вторых, нервная система наша просто вот протестует против того, что мы смотрим одним глазом одно, другим другое, воспринимаем совершенно по-разному. И, естественно, у нас начинаются головные боли, а некоторые просто падают в обморок. Ну, вообще, стереофильмы, вот я по себе знаю, что, ну, очень трудно их смотреть, потому что стерео изображение теряется. То есть после стереофильма начинаешь видеть моно, одним глазом одно, другим другое. Ну, вот это вот я считаю серьезной такой вот, серьезная проблема. А вы как чувствуете себя после просмотра стереофильмов? В принципе, вполне возможно, что это можно считать из разряда «О, это же дьявольская машина», то же самое, как когда-то считали паровозы. А через некоторое время автомобили, самолеты, компьютеры и все это изобретение дьявола. А вы как считаете, действительно ли это настолько опасно, как говорят некоторые специалисты? Ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте друзьям, знакомым, делитесь в соцсетях тем, что существует на свете канал, где действительно люди восстанавливают и улучшают себе зрение. Подписывайтесь на канал, и мы будем с вами восстанавливать и улучшать зрение вместе. Всем пока, увидимся!